Здравствуйте, уважаемые Одессиды, в эфире телеканала Думская ТВ, проект «На злобу дня» в студии Всеволода Нанев. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности первой вице-мэра Одессы Олеся Янчук. Здравствуйте, Олеся Борисович. Добрый день. Сегодня достаточно злободневная тема, особенно в преддверии курортного сезона. Это состояние нашей курортной жемчужины Аркадии. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на Центральной Аллее? Состояние Центральной Аллеи Аркадии сегодня, как я понимаю, лучше, чем оно было немножко раньше, чем полгода назад. Все Одессиды знают о том, что там идет сегодня реконструкция. Работы по реконструкции Центральной Аллеи Аркадии подходят уже к своему финалу. Мы планируем в 20-х числах мая торжественное открытие Центральной Аллеи Аркадии. И это абсолютно будет новый пляж и новая аллея, ничем не похожа на то, что мы имели еще полгода назад. То есть от Старой Аллеи Аркадии не останется ровно еще там ничего, за исключением пальм. И то нынешние пальмы – это будут совершенно новые зеленые насаждения, привезенные из Италии. То есть Одессиды получат совершенно новую Центральную Аллею Аркадии. А что же там будет на этой аллее? Работы проведены грандиозные и очень капитальные. Проведены все коммуникации новые, проложена коллекторная система, система водоотведения и обеспечения. То есть полностью мы ушли от тех проблем, которые ранее существовали, когда вы помните, что во время дождей глиняная масса текла по Центральной Аллее Аркадии, когда были несанкционированные и неконтролируемые выливания канализационных вод в море. Этого всего теперь уже не будет, потому что все сделано капитально, полностью перестроено. И аллея сама стала в три раза шире за счет расширения в сторону балки Аркадийской, которая на две трети сегодня засыпана. И это позволило сделать большую красивую площадь на входе Аркадийской аллеи, которая будет сегодня зоной такого отдыха, зоной променада, и открывать будет перспективу к морю со стороны Центрального входа аллеи. Это позволило также увеличение этой площади Центральной Аллеи, позволило в три раза увеличить площадь фонтана, который основной фонтан, который в зиму большой фонтан, он в три раза больше, чем тот, который был. И зимой мы сможем использовать его в качестве катка. Площадь позволяет этого. И кроме этого есть еще два малых фонтана на Центральной Аллеи. Это увеличило количество клумб. То есть, скажем, это совершенно новое слово в нашей архитектуре, в архитектуре нашего города. В архитектуре Аркадии это будет такой современный, привлекательный туристический объект, который точно понравится Одесситам и гостям нашего города. Будет на что посмотреть. Это объект сродни уже европейским объектам. Похож на променад в Ницце, в Каннах и так далее. Это действительно серьезный такой красивый будет пляжный комплекс с магазинами, с ресторанами, с кафе, барами, с развлекательным комплексом, с водными аттракционами, с лунопарком своим. Там будет предусмотрено все для того, чтобы человек мог прийти в Аркадию и провести там целый день, не думая, чем себя занять. Прокомментируйте, пожалуйста. Многие опасаются, что аллея будет платная, что там будут только коммерческие объекты и так далее. Как вы это прокомментируете? Что будет помимо гостиницы и слухи с платностью входа на аллею? Ну, слухи, конечно, порождаются. И скептицизм многих наших жителей понятен, потому что люди всегда боятся, что у них что-то уберут, что-то украдут и так далее. Но я скажу совершенно честно, что центральная аллея Аркадии действительно украдена. Она украдена у торговцев шаурмой, у тех, кто реализовывал вареную кукурузу, у тех, кто продавал семечки и разливал дешевое пиво. У этих людей Аркадия украдена навсегда, это точно. А всем нормальным людям, нормальным предпринимателям будет предоставлено все возможное для того, чтобы и отдыхать, и реализовывать свои бизнес-проекты на территории всех торговых площадей Аркадии, которые предусмотрены. Аркадия и раньше была коммерческим объектом, потому что и ночные клубы, вовсе не бесплатные там были, и там были торговые объекты. Но только качество этих торговых объектов, конечно, не соответствовало ни статусу Аркадии, ни статусу нашего города, ни каким-то европейским ценностям, которые сегодня с течением времени все-таки начинают преобладать в нашем городе. Торговых площадей в Аркадии, наверное, раза в два больше, чем было. И мы точно знаем, что все предприниматели нашего города смогут реализовать свои бизнес-планы и бизнес-проекты, взяв в аренду эти площади и открывая там бары, магазины и рестораны. Я знаю, что сегодня многие лучшие рестораторы нашего города уже заключили контракты и берут в аренду площадя, и там будут представлены самые лучшие рестораны и кафе нашего города. То есть это достаточно хороший и серьезный бизнес-проект, в котором поучаствовать хотят многие из одесситов. Я хочу отметить еще тот факт, что реконструкция центральной аллеи Аркадии была полностью сделана за деньги инвестора. Город не потратил на это ни копейки, но получает на самом деле очень красивый современный туристический объект. Европейского. Европейского такого уровня, да. А вот сам инвестор пока что, вложив деньги в реконструкцию всех коммуникаций и в реконструкцию аллеи, для себя коммерчески привлекательного еще ничего не имеет. Потому что строительство гостиницы, которой этот инвестор мечтает, оно будет вестись, я так понимаю, в ближайшие годы 2 или 3 еще. И когда он еще получит прибыль, неизвестно. То есть город уже сегодня не потерял, а очень многое приобрел. Слухи касаемо того, что аллея может быть платной, наверное, обеспочиваны только по одной причине. Потому что человек, который вложил в ее реконструкцию 5 миллионов долларов, ну точно не сможет отбить их даже на платном входе. Поэтому это смешно. На самом деле, Аркадийская аллея будет, как и ранее, она будет открыта, бесплатно. Более того, мы обязали инвестора построить там сцену, установить на время ремонта и строительства вот этого отельного комплекса, пятизвездочного, на все время его строительства, установить огромный экран. И там будут проходить каждые выходные бесплатные концерты для дисситов. То есть это будет зона еще и культурного отдыха. И сам инвестор это понимает, что привлекая бесплатными концертами, разными культурными программами и бесплатным красивым отдыхом в Аркадию людей, он тем самым помогает предпринимателям, которые возьмут в аренду торговые площадя, помочь зарабатывать. То есть это, скажем, целый комплекс услуг, в котором будет заинтересован не только инвестор, но и арендаторы, которые у него будут арендовать торговые площади. И этот экран еще, я так понимаю, будет закрывать вид на стройку, и одессит и не будет... Конечно, мы над этим тоже подумали. Конечно. Вообще говоря о слухах, вокруг Аркадии развернулась настоящая информационная война, даже можно сказать. То есть некоторые СМИ встретили реконструкцию так в штыки. Ну не только СМИ. Может быть какие-то конкретные люди за этим стоят? Вы понимаете, я скажу так, что здесь эту проблему нужно рассматривать в двух плоскостях. Во-первых, надо сказать честно, что в Одессе есть большое количество скептиков и людей, которые критикуют все. Но такие люди есть не только в Одессе, они есть во всем мире. Я часто привожу пример, что самые туристически значимые и привлекательные объекты, допустим, в Париже, они все были также в штыки встречены парижанами. Возьмите Эйфелеву башню, строительство там Большого Малого Дворца или там Центра Жоржа Помпиду. Все эти объекты, которые сегодня дают самую большую прибыль бюджету Парижа, они воспринимались в штыки французами и парижанами. Они считали, что это уродство, что этого невозможно делать. И сегодня без этих объектов представить себе Париж невозможно. Это символы этого города. Я думаю, что новая аллея Аркадии, она точно так же будет символом нашего города. Это уже третья аллея, то есть третий такой реконструированный крупный объект вслед за набережной на 16-й станции фонтана и набережной на Лонжероне. То есть мы, скажем, потихонечку двигаемся к тому, что скоро все Одесское побережье превратится в одну такую сплошную красивую набережную. Хотелось бы, наверное, чтобы это происходило. А подвергать критике все нововведения – это дело неблагодарное, потому что если мы любим свой город, то мы должны понимать, что его как-то трансформировать и превращать в современный красивый, благоустроенный город – это задача не только властей, но и понимание надо находить у тех людей, которые будут здесь жить, гулять и пользоваться всем этим. Это же делается не на один год, правильно? Тем более, что сегодня за деньги городского бюджета, который реально сегодня очень скудный, невозможно в городе сделать все вещи, о которых бы мы мечтали, к примеру, благоустроить все от начала до конца в одночасье. Качественно хотелось. Конечно. Мы поэтому вынуждены так или иначе идти двумя путями. Либо мы приглашаем инвестора и идем ему навстречу в строительстве каких-то его бизнес-проектов, а взамен город получает нечто реконструированное, отремонтированное, как мы имеем сегодня в качестве примера, это ту же самую 16-ю станцию Фонтана, где вслед за строительством частного коттеджного городка одесситы получили бесплатную набережную. Точно так же будет сделано и в Аркадии. Так вот, если идти по этому пути, то, мне кажется, это самый выгодный путь для города. Можно идти по другому пути. Можно набрать безумные кредиты под безумные проценты и потом долгие десятилетия за них рассчитываться. Ну, кто-то считает, что, наверное, так правильно. Хотя я думаю, что это неразумно. Мы сегодня пошли по самому правильному пути, и одесситы через две недели получат новую Аркадийскую аллею и смогут ей уже пользоваться сейчас. А когда там построит инвестор свою гостиницу, это еще жизнь покажет. И когда он сможет ее, мало того, что построить, благоустроить ее, обустроить внутри, разрекламировать, чтобы туда люди приезжали, то есть это, скажем, далеко идущие планы, а город уже получает то, что ему нужно прямо сегодня. Я считаю, что это выгодно. Говоря об Одесском побережье, нельзя не упомянуть другую актуальную тему. Это заселие всеразличными будками, мафами и так далее. В прошлом году вы ввели с ними активную борьбу на Одесском побережье. Как сейчас обстоят там дела, и что увидят одесситы в нынешнем курортном сезоне там? Ну, вот этими словами, этими объектами под названием будки, о которых мы говорим, да, это киоски, павильоны разные, заставлено на самом деле не только побережье, но заставлено весь город. Было в нашем городе на момент моего возвращения возложность начальника управления торговли, их было там порядка четырех с половиной тысяч. Сегодня уже на тысячу меньше. Их стало, и объекты эти в центральной части города там усиленно демонтируются. Мы развернули целую кампанию по борьбе с этим не красящим наш город явлением. И целый ряд программ сумели реализовать. Мы подготовили комплектные схемы, как я неоднократно уже говорил, в исторической части города по плановому благоустройству и расстановке разумной достаточно необходимого количества этих объектов и по зачистке улиц от вот этого засилья мафов, да. То есть эта схема предусматривала установку одной будки на квартал, да, и вот со смещением с фасадов для того, чтобы визуально въезд и выезд из города воспринимались, воспринимались как чистый город, да. В значительной степени эта работа проведена. Мы утвердили единый архетип этих объектов, и некоторые объекты уже в городе заменили и презентовали новые в таком французском стиле объекты, которые сегодня стоят на греческой улице и пересечении с улицей Преображенской. То есть первые, скажем, работы в этом направлении сделаны, и идея унификации всех объектов в исторической части города под единый образец, она нашла понимание одесситов и достаточно нормально было воспринято. А когда продолжится вот эта унификация, потому что объект на греческой появился достаточно давно уже? Ну, он появился недавно, а два месяца назад. Всего на сегодняшний день таких объектов у нас уже в городе есть десяток. То есть процесс постепенно идет. Мы не насилуем предпринимателей делать это прямо вот сегодня, в одночасье, понимая, что сегодня сложная экономическая ситуация и действительно с деньгами у людей напряженка. Мы наблюдаем это по детской ярмарке, по тем предпринимателям, которые работают в сфере малого бизнеса. Мы видим, что действительно политический кризис, экономический кризис сильно ударил по благосостоянию наших сограждан и, может быть, даже не только по благосостоянию, просто люди деньги прижимают, не понимая, что идет в будущем, поэтому стараются не особо сильно тратить. Поэтому в этой ситуации было бы, наверное, морально неправильно насиловать человека покупать достаточно дорогостоящие объекты и менять их на это. Мы пошли по другому пути. Мы сегодня предлагаем предпринимателям по возможности их менять и не форсируем этот процесс, давая возможность человеку делать это в зависимости от наличия его заработков. То есть у человека есть документы, они действующие. Мы стараемся их не отменять, не расторгать эти договора, давать возможность человеку доработать до окончания срока действия этих документов и постепенно подводя его к мысли, что замена этих документов, продление этих документов будет предусматривать замену объектов старого образца на новые. И таким образом все это происходит плавно, может быть, не так быстро, но как нам бы хотелось. Но надо все-таки по-человечески относиться, потому что все мы люди. Процесс не такой краткосрочный. Да, процесс не быстро строилась Москва, да, точно так же не быстро будет реформироваться Одесса. Поэтому нам бы хотелось взять сегодня вот так раз и заменить все будки в городе на новый образец, и чтобы Одесса сразу стала красивая. Ну, ведь это зависит и от предпринимателей нашего города, от их желания, от их понимания. То есть с каждым приходится проводить работу. Кто-то не хочет, у кого-то нет денег. Мы предлагаем этот объект убрать, переставить в спальный район, к примеру. А в центральной части, значит, больше почистить, скажем, город, не давая возможности наращивать количество объектов в исторической части города, разгружая историческую часть города, с тем, чтобы люди могли наслаждаться архитектурой, а не видеть на каждом перекрестке по 25 объектов, которые торгуют практически одними тем же. Вот. Ну, то есть вот такая вот программа. Программа, скажем, тихого, спокойного реформирования и преобразования исторической части города. Чтобы закончить с этой темой, расскажите, пожалуйста, как идет процесс реконструкции Старостяной площади. Насколько мы в курсе, то предприниматели, которые там торгуют, резко воспротивились переменам. Есть ли сейчас какой-то диалог? Первоначально предприниматели, которые торгуют на Старостяной площади, действительно воспротивились этому проекту. Мы получили несколько гражданских инициатив, когда люди выходили к мэрии с плакатами и требовали предоставить им проект, рассказать, что же будет, как это будет и какая ждет их судьба. Мы пошли на встречу людям, пригласили их в мэрию. Я несколько раз встречался с разными группами предпринимателей, которые торгуют там теми или иными товарами. Мы презентовали им в открытую этот проект, показали, что мы хотим сделать, нашли у них понимание, предусмотрели все сложные моменты обустройства этой площади, потому что мы понимаем, что часть объектов таки действительно придется убрать. Остальным предпринимателям предложены либо места, торговые площадя в других районах города, либо здесь же на этой площади после реконструкции внутри Трамвайного кольца в том новом торговом центре, который будет там строиться, торговом комплексе точнее. И практически проблему непонимания предпринимателей мы сняли. Сегодня ведется с ними нормальный диалог, конструктивный, то есть, как вы видите, никаких протестов нет. Более того, мы пошли на встречу предпринимателям и сказали, что в иношних сложных политических и экономических условиях мы предложили перенести проект реконструкции и его реализацию на осень, для того, чтобы люди могли летом в разгар туристического сезона немножко все-таки заработать деньги на то, чтобы в дальнейшем принимать участие в благоустройстве этой территории, о которой мы сейчас ведем речь. Хотя, честно говоря, у меня большие сомнения по поводу курортного и туристического сезона в этом году, потому что с учетом событий, которые произошли в Одессе 2 мая, я думаю, что немногие сегодня рискнут приехать отдыхать в наш город. И это правда. Вы затронули очень болезненную тему для Одесситов, эта трагедия 2 мая. Поделитесь, пожалуйста, вашим взглядом на то, что произошло. Ну, мой взгляд абсолютно совпадает с мнением известного сатирика Михаила Жванецкого, который сказал, что со времени оккупации Одессы в 1941 году и с окончания Второй мировой войны это, наверное, самая большая трагедия в нашем городе. Столько людей в один миг в Одессе не гибло за последние 60-70 лет. И это не может не настораживать, потому что в нашем достаточно мирном и цивилизованном толерантном городе произошли события, не свойственные Одесситам. И мы прекрасно понимаем, что события эти имели источником своим какие-то провокационные вещи, провоцируемые политиками правого и левого толка. Потому что не секрет, и это наши спецслужбы подтверждают, что антимайдан подогревался и финансово, и политически извне. И те люди, которые активно выступали на Евромайдане, многие из них тоже были, скажем, не совсем уж так безгрешны. Свой интерес есть. Конечно. То есть проблема действительно существует, но проблема 2 мая, она к тому же была еще и заранее спланирована, потому что есть абсолютно точная информация, что люди приезжали как на антимайдан, так и на майдан, с других областей, их вербовали, их свозили в Одессу, и определенные силы режиссировали этот конфликт, о чем сегодня много говорится в сети интернет. Но я думаю, что давать оценку этому событию правовую будут, наверное, правоохранительные органы, и это правильно, которые не лучшим образом, как я считаю, сработали в этот день. Я же хотел бы все-таки призвать одесситов к тому, что нужно проявлять уважение друг к другу и прежде всего любить свой город, потому что мне было, например, очень обидно, когда одесситы выковыривали плитку недавно, буквально месяц назад уложенную на деревасовские свежие, для того, чтобы выяснять между собой политические отношения. Это, в общем, не красит наш город. И такие события отпугнули в значительной степени тех туристов, этих мини-инвесторов, которые приезжают летом в Одессу, оставляют здесь деньги, за счет чего туристическая отрасль нашего города существенным образом и развивается. Поэтому как бы не такими методами необходимо решать свои проблемы и политические диспуты, и нужно сделать все для того, чтобы в городе царил мир и покой. И тогда город наш будет привлекателен, и люди будут сюда приезжать, будут здесь отдыхать, оставлять здесь свои сбережения, деньги, и таким образом будет приток каких-то мини-инвестиций в наш город для развития туристической отрасли. Сейчас люди действительно напуганы, взволнованы, и близится 9 мая. Ожидаются ли новые провокации, готов ли к ним город? Ну, мы, скажем, готовимся, конечно, к худшему, хотя по той информации, которая нам поступает в Одесский горсовет со стороны силовиков, мы понимаем, что вряд ли второй раз повторится такое, что мы имели 2 мая. Сегодня все силовые структуры города и области приведены в полную боевую готовность. Мы провели ряд совещаний с силовиками, о деталях, о чем я рассказывать, наверное, не буду, но, скажем, предусмотрели все возможные варианты для того, чтобы пресекать самым жестким образом все проявления экстремизма, с какой бы политической стороны они не исходили. Потому что никакой патриотизм и никакие политические мировоззрения, никакие политические идеи не стоят убийства людей и того, что мы имели 2 мая. То есть патриотизм любого толка не может быть индульгенцией за убийство. А вот что касается городских властей, мы, конечно же, вынуждены были максимально уменьшить и урезать программу празднования 9 мая в этом году в Одессе. То есть ветераны действительно были во многом напуганы. Мы перенесли в закрытые помещения честование этого праздника и поздравления ветеранов. Они проходят в кафе. Привалы с открытых площадей мы перевели в рестораны, и в бары, и в кафе, где угощают ветеранов. Поздравления проводим в помещениях районных администраций. То есть делаем все для того, чтобы противооборствующие силы не могли использовать праздник для дестабилизации ситуации в нашем городе. А какие еще мероприятия планируются на 9 мая? Насколько я знаю, будет салют, будет возложение цветов. Расскажите немножко подробнее о программе. 9 мая будут традиционные возложения на площадь 10 апреля у памятника неизвестного матроса на 411 батарее. Будут проводиться праздничные и торжественные мероприятия в театрах города, в школах. Будет проведен концерт на Дубской площади вечером 9 мая. И будет такой скромный салют в дань памяти о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая наш город и нашу страну. То есть все будет сделано сдержанно и без какого-то такого излишнего пафоса, от которого, мне кажется, нужно, наверное, уходить. Потому что мое личное мнение заключается в том, что все-таки 9 мая в значительной степени политизированный праздник в последнее время стал. А это все-таки день памяти больше. Говоря о политике, нельзя не вспомнить мэрские выборы грядущие и ваши роли в них. Когда-то вы были ближайшим соратником Эдуарда Гуровица. Сейчас же вы пришли на должность в команде исполняющего обязанности городского головы. А он, как известно, Олег Брандак в команде оппонента Гуровица Труханова. Изменилось ли к Эдуарду Иосифовичу сейчас ваше отношение? Нет, у меня всегда было хорошее отношение к Эдуарду Иосифовичу Гуровицу. Я работал 10 лет с ним и работал в его второй мэрской каденции в мэрии на должности заместителя председателя районной администрации Приморской и на должности начальника управления торговли. И скажу честно, что действительно Гуровицам для Одессы было сделано очень много хороших и полезных дел, которые хорошо вспоминаются одесситами. Это и реконструкция целого ряда улиц, это благоустройство Приморского бульвара, городского сада и так далее. Я думаю, что одесситы будут оценивать вклад и Эдуарда Гуровица, и Геннадия Труханова, который тоже достаточно много сделал для развития инфраструктуры и благоустройства Суворовского района. То есть мы имеем два таких серьезных кандидата, из которых реально одесситы и будут выбирать. При всем том, что есть и другие кандидаты на пост мэра достаточно, скажем, интересные, ну, наверное, не дотягивающие, пока что, объективно говоря, до такого вот уровня. Я считаю, что сегодняшняя лично моя задача на данном посту, которым я занимаю, это сделать все возможное, чтобы выборы в Одессе прошли спокойно. Потому что последние лет 20 в Одессе всегда выборы проходили очень конфликтно. И это не красило наш город. Я думаю, что одесситы сами определятся, если не подогревать ситуацию, одесситы сами определятся, кто из нынешних кандидатов более достоин быть мэром. Ну, а я точно не хочу быть агитатором в этой роли. Еще немножко углубимся в историю. Почему вы пошли работать с Алексеем Алексеевичем Костусевым, возглавив управления торговли? Ведь в 2010 году вы были, ну, как говорится, на ножах во время избирательной кампании. Вы понимаете, я вам скажу так, что ничего личного я не испытывал ни к Костусеву, ни к любым другим людям, с которыми мне приходилось работать. Если мы собрались для того, чтобы работать, так мы имеем целью работу, а не выяснение каких-то отношений. Да, были разные периоды и у Костусева, были разные периоды у Гурвиц, и у каждого из нас. Мы все люди, и никто из нас не застрахован от ошибок. Я пришел работать в мэрию, и меня пригласили на должность начальника управления торговли как человека, который показал определенные результаты на этой должности ранее. Не секрет, что несколько начальников управления торговли, которые были от меня прошлого до меня нынешнего на этой должности, они существенно запустили наш город в этом вопросе. То есть, уходя в 2010 году с должности начальника управления торговли, мы имели в городе 1800 вот так называемых будок, мафов, о которых мы сегодня много говорим. А вот когда я вернулся на эту должность, мы имели уже 4500. То есть, предшественники существенно добавили количество этих объектов, и такого количества в городе, конечно, было не нужно. Теперь приходится эту работу делать по второму кругу и подчищать город заново. Поэтому я пришел в мэрию работать и с конкретной программой благоустройства в вопросе торговли и какой-то небольшой успех, как я считаю, в этом все-таки имел. И, наверное, это послужило поводом для того, чтобы расширить мои полномочия, дать мне должность высшего порядка, для того, чтобы такую же работу мы могли реализовать и в других направлениях, которые требуются. И хотелось бы задать последний вопрос. Рассчитываете ли вы остаться в управленческом аппарате города, если на выборах все-таки победит команда Гурвица? Вы знаете, я скажу так, абсолютно откровенно. Я не буду проситься ни в какую команду. Если тот человек, который победит на предстоящих выборах, будь это Гурви Струханов или кто-либо другой, посчитает необходимым воспользоваться моим опытом и моими наработками, я буду рад работать с любым человеком. Если посчитают, что у них есть лучшие кандидаты на данную должность, ну так пусть будет так. Я как бы за должность особо сильно не держусь. Спасибо вам большое, Олеся Борисович, за беседу. Это была программа «На злобу дня» на Думской ТВ. Оставайтесь с нами и получайте ответы на самые злободневные вопросы. До свидания.